Всем привет, с вами Эндумер, продолжаем нашу рубрику вады от подписчиков. Ещё какое-то количество вадов будет, между ними ещё будут кое-какие прикольные вещи выходить. В общем, для тех, кто интересуется, примерно, примерно в конце месяца начнётся набор на предложку сезон 3, а сегодня у нас уровень от подписчика с ником Драгзанд, более известен как автор канала DoomBots, наверняка вы все знаете, если нет, то бегом смотреть канал. Уровень называется Церебилар Диссекшн, чтобы это не значило, вышел он 21 мая, совсем свежий, делал он его одну неделю. И вот что он пишет. Привет, Эндумер, хочу отправить тебе свой первый-единственный вад для рубрики. Он включает в себя только одну короткую карту для Doom 2 в стиле UFC. Надеюсь, тебе понравится. Ну, я тоже на это надеюсь, в любом случае, поехали глянем, что там. Церебилар Диссекшн. Что это за название такое? Вот для первой карты название слишком мудрёное. Обычно первая карта называется My Map или что-нибудь типа этого, но Церебилар Диссекшн, это, конечно, круто. 104 монстра, 2 секреты. И играет та самая Sign of Evil, моя любимая композиция во всём Doom. Причём она из первого Doom, а играем мы во второй, что всегда вызывает какой-то диссонанс. Худ обычно, даётся рокет, толпа импов. И это очень приятно. Я всегда говорил, что это очень здорово, когда в уровне выдаётся оружие какое-нибудь серьёзное. Типа вот, бэфэги, ракетницы, двустволки. И тут же на тебя выпускают толпу монстров, для того, чтобы ты тут же мог это оружие применить. Причём ещё так эффектно, так эффективно и круто. Потому что все мы любим в говно нах, как мы узнали. Вот, это всегда очень круто, всегда доставляет. Ну давайте оглянемся по уровню, потому что киллкаунтер уже почти наполовину заполнился. Давайте хоть глянем, что тут по дизайну. Довольно красивенько, но честно сказать, выглядит очень по-перводумски. Не только из-за музыки, а из-за стиля в принципе. Вот, таким бы мог быть какой-нибудь E1-M7 или E1-M6 в первом думе. Поэтому, так ли стоит его делать этот ват под второй дум? Не знаю, по крайней мере, вайбы исконно такие. Все вот эти компьютеры, вот эти вот столбы тоже. Это всё было больше в первом думе, что ли. Прикольно то, что Doom Watts, точнее Драгзен, мне, конечно, привычнее назвать его Doom Watts. Поэтому, прошу прощения, если буду оперировать этим никнеймом чаще. Решил подойти как-то ещё вот так вот к этому дизайну. То есть, он разнообразил комнату. Не просто сделал прямую дорогу без ничего, ещё по бокам выложил кантик из воды. Хотя, высоковат поребрик, но тем не менее, DoomGai может на него заступить. Здесь ещё вот какой-то вот такой проём. Прикольно сделано, довольно необычно. Валяется труп имп, пинки точнее. Но я вроде не убивал, ровно как этого бедного DoomGai. А вот SSG. Что же будет дальше? Дальше толпы пока что не будет, но впереди ещё полуровня. Поэтому всё возможно. Ну что ж, идём дальше. Вон у БФГ лежит, кстати. Выглядит очень симпатично. Мне нравится то, что для вот этого сектора уличного выбрано освещение какое-то более такое вечернее. То есть, он не супер яркое, не супер тёмное. А именно такое, как нужно. Такое, относительно. Такое, смеркалось, что называется. Кстати, два секрета. Интересно, удастся ли мне их найти на уровне. Мне показалось, что компьютеры трещат. Но мне показалось. Кто-то где-то не спит. Кто-то где-то бормочет. Кто-то где-то меня ждёт. А вот и они. Интересно, каким образом они проснулись. Наверное, стоило бы им поставить флаг деф для того, чтобы они не бесновались. Но хорошо, что они хотя бы дверь не могут открыть и ломануться наружу. Потому что есть такая новичковская ошибка, когда делают монстров, которые гуляют по всему уровню, открывают двери. Все, которые им хочется, которые им нравятся и вообще снуют безнаказанно. Как интересно попасть на улицу. Это только предстоит выяснить. Так, ну что. Будет ли какой-нибудь большой бой? Думаю, да. Потому что синий ключ так одиноко лежит. Так просто заманивающе. Показывает то, что я свободен. Бери меня. Ничего не будет за это. Ну, конечно, конечно. Сейчас пооткрываются стенки. Потелепортируются монстры. Знаем этот трюк. Знаем этот приём. Но буду готов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не так же рано. Я же думал сначала, что должен сегодня ключ взять. А не вот это всё. Кстати, вот и Арчвайл. Здорово. Вот это уже, конечно, первым думом не отдаёт, разумеется. Потому что Ревенант, потому что Арчвайл, потому что ССГ. Но не ожидал я, что они были. Ах, жалко. Попал по мне Ревенант. Хотел я пройти этот уровень без одного удара. По мне сделанного. Но я такой подлости действительно не ожидал. Вообще-то, я думал сначала ключ возьму, потом начнётся наказание. Но нет. В общем, прилетело мне гораздо раньше. Тоже прикольный довольно зал. Видна работа какая-то с освещением. Какие-то лампы добавлены. Здесь вот немножечко такое вот двойное освещение. Да, основная яркая часть. И второстепенная тоже чуть-чуть более тёмная, переходящая в темноту абсолютную. Здесь вот тоже как-то прикольно сделано. В общем, нормально. Это не сказать то, что прям вообще Бэби Фёрдум вот. Для первой карты очень-очень, на самом деле, уверенно выглядит. Я понимаю, что она короткая. Я понимаю, что такая вот простенькая. Но, слушайте, для первой карты реально. Реально выглядит вполне себе. Сносно, по меньшей мере. А по большому счёту годно. Очень неплохо. Очень. Как только в секрет интересно мне проникнуть. Это вроде всё не жмётся. Какой-то комп должен открывать какую-то стенку, наверное. Не, ну так вряд ли, конечно. В общем, вполне симпатично. Без видимых косяков каких-то. Всё работает. Всё классненько выглядит. Я говорю, первый уровень далеко. Не всегда выглядит именно так. Чаще всего это, как я всегда говорю, коробки. Безидейные, безинициативные. И ничего в себе не несу. Смотрите-ка, даже Арчвайл забежал. Так, вода продолжает струиться. Интересно, что это ЮСи база. Вот тут вот выщербленные какие-то кубики. Интересно, куда они делись. Наверное, провалились под воду, но вода не глубокая. Ну, конечно. Вполне себе ванильненький такой уровень. Так вот, что случилось с бедной ЮСи базой? Почему она вся в воде? Ой-ой-ой-ой-ой. Засада из какодемонов. Ватсап, какодемон. Ого, смотрите, превратилась вода в вино. Ха-ха, здорово. Вот это реально круто. Такого я, признаться честно, трюка не ожидал. Конечно же, я думал о том, что... Не думал вообще о таком, что такое, в принципе, возможно. Под ваниль. Это наверняка под ваниль сделано. Хотя теперь, наверное, под бум. Хотя я не сильно, конечно, следующий в этом. Понимаю, в этом ещё меньше, чем кто угодно на свете. Но трюк меня впечатлил. Трюк меня реально поразил. По-моему, где-то такое я видел совсем недавно. Что-то подобное было. То ли в TNT Revolution, то ли в Плутонии 2. Был какой-то подобный заход, который в воду превращал в кровь. По сути, реально здорово. Это действительно удалось. Я прям действительно удивился. Молодец. Ой, сколько за мной летит всякого добра. Так, Манкубус. Нет, Манкубус, к сожалению, не дожил до этого. Не знаю, может быть, подловить какого-нибудь парашничка. Кому-то хочется, кому-то хочется огреть вот всем вот этим вот удовольствием. Потому что на стакл я там немало. Так, парашничек, давай, иди сюда. Кстати, ревенанты, по-моему, там остались одни. Мы уже даже не с кем инфайтиться. Поэтому придётся их добивать собственноручно. К сожалению, Буфегу я не нашёл. Здесь бы она мне пригодилась. Точнее, я её нашёл. Но не понял, как подобрать. Сколько же там вошло? Давайте поспорим. Я уверен, что если я на всё вот это напарюсь, то я умру ваншотом. Просто 200-200 сойдёт. Ну, я так и знал. Настолько много там. Настолько много. Вот поэтому я и хотел, чтобы это досталось Манкубусу или Парашничку. Но, увы, они не застали всего великолепия пика силы ревенантов. Так что, увы. Ну, ладно. Короче, трюк с водой и кровью просто 5 баллов. Зачётнее некуда. Молодец. Вот прям респект. Драгзонду. Вот опять же, Драгзонд или Драгзонт или Драгзетиксенд. Вот эти ваши ники, которые вы пишете через X. Вообще непонятно, как читать. А он именно так и написан. Драгзиксенд. Это кто-то в комментариях давно-давно просветил меня о том, что раньше так писались буквы А, замаскированные под X у всяких трэперов, рэперов и прочих. Что-то дало мне повод думать, что, возможно, тот мапмейкер, которого я называл Викинг, на самом деле Ванда. Так что я изначально стал называть Драгзонт. Но, возможно, это и не так. Ваншот пачка всё ещё летает за мной, но, к сожалению, это будет последний ревенант, мне будет некого больше ей угостить. И всё, она врезалась сюда и на этом дело стало. Ну что же, что же, кажется, это был бой. Офигенный трюк с кровью, супер понравился, супер молодец. Респект за это. Но давайте пытаться найти какие-то секреты. Наверное, потому что уровень чуть-чуть, но довольно маленький. И здесь есть куда потыкаться и что поискать. Ну да, он реально маленький, но... Два секрета. Два. Ни один из которых я пока что ещё не обнаружил. Драгзонт. Короче, трудно мне с никами. Иногда я уже говорил об этом на стриме, не на одном. Что я бы просто били человека, когда пытаюсь прочитать его ник. Потому что как некоторые из вас пишут ники, так вообще не разберёшься просто. Ну ладно. Так, кстати, второй секрет будет вон там. Синий шарик и куча, натурально огромное количество патронов на БФГу. Это прям дразнилка какая-то. Кстати, обратно уйти я не могу. Вот это несправедливо. Вот это реально неправильно. Что это за полоска воды? Две полоски воды. Втемяшились сюда, как-то вмешались. Полегли поверх этой крови. Причём это совсем какая-то узкая и тонкая. Это вот такая прямая. Странно, как это вообще получилось. Кстати, кровь везде. Она даже там в коридоре стала. То есть я нажал на рубильник и получается из этих труб потекла кровь. Это стали кровотоки, кровопады. Которые и так затопленную UC базу водой обогрели кровью. Вообще, вот это не очень хороший расклад на самом деле. С тем, что назад уйти нельзя. Надо было бы, наверное, в комнату с красным ключом ставить рубильник. Который бы открыл вот это и я мог вернуться назад. Потому что как найти секрет? Да никак. А ведь это будет выход. Это будет 100% выход. И как попасть туда наверх, я тоже, к сожалению, не знаю. У меня, конечно, есть теория. Точнее, не теория, а даже практика. Прыгать руки-джампом это точно поможет. Ну, правда, не в этом случае. Давай, руки-джамп, помоги мне. Опа. Хорошо. Ну, наверное, сюда всяко не так надо было попадать. Но как, чёрт подери, продраться к ранцу и к бэфэге, я вообще не знаю. И как реально попасть сюда? Слишком хитро-мудрые секреты, на самом деле, для первого уровня Эвер. Вот первый уровень Эвер. Вот сразу видно почерк человека, который любит так или иначе местами что-то в деталях усложнить. Начиная от названия и заканчивая поиском секретов. Первый уровень, так называть уровень и так запихивать секреты. Да ладно? Как? Возможно, одна из этих прозрачная, дырявая, то есть невидимая стена. Я могу пройти, меня туда портанёт или что-то такое. Иначе я реально не знаю. У меня просто нет, это не так. У меня нет мысли. Может, где-то рубильник на одной из этих колонн. Тоже вроде нет. Ну, слушайте, я не знаю. Я, конечно, не эксперт по поиску секретов, но здесь прямо вообще очень хорошо запрятано. Ладно, я хочу выйти и посмотреть, вся ли база обагрилась кровью, потому что мне это реально интересует. Так, ну здесь воды вроде не было. Где ещё была вода? Нет, ну здесь, конечно, всё осталось так же, но оно и не мудрено, неудительно. Как реально выйти сюда-то? Как? Как? Чёрт возьми, я реально не знаю. Вот вам и Ванда. Увы, я совсем не Ванда и даже не Ванга, и я понятия просто не имею. Ладно, это, конечно, чудовищно, но секреты супер запрятаны, и понятия не имею, как на них добраться. Ладно, на этом уровень. Молодец, молодец DoomWatts, молодец Dragsnd. Отличный уровень. Хорошо выполнен для первого уровня, так вообще шикарно, я не знаю, всем бы такие первые уровни делать. Я уже говорил то, что я когда пытался свой первый уровень наваять, там даже близко не так было. Да, он такой простенький, быстрый, короткий, прямолинейный, но смотрите-ка, со своими какими-то приколами и трюками. Вот эта вода с кровью, это прям вообще, прям супер хорошо. Нормальная, кстати, боевка в то же время. И потрясающий выбор музыки, молодец в том, что выбрал именно ее, я ее заранее даже сделал чуть погромче, для того, чтобы ее было хорошо слышно. Вот, в общем, все отлично, уровень действительно знатный, но с секретами и с названием надо было бы, наверное, что-то поделать. Ну и, конечно, с той стенкой, которая стала заперта и из арены уже не выйти. Вот такой вот уровень. Если он вам понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и оставляйте свои мнения в комментариях под этим видео. Также забегайте в телеграм-канал. Спасибо за то, что посмотрели этот выпуск. До встречи в следующих уровнях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok